Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале АТВ. Сегодня о событиях республики расскажу вам я, Юлия Пермякова. И вот главные темы. Увернется ли мэр от уголовного дела? Конфликт между Галковым и федеральными журналистами спускают на тормозах. Где результат? Депутаты Народного хурала усомнились в работе Фонда Министерства экономики Бурятии. Стагнация в сфере недвижимости. Что происходит на рынке жилья и чего ждать в следующем году? Не возбудились? Конфликт между мэром Улан-Удэ и журналистами Федерального канала «Россия-24» возможно так и останется на уровне громкого скандала. И не более. Напомню, 2 декабря Александра Галкова навестили представителей московских СМИ с вопросом о его премии. Мирной беседы не получилось. Напротив, произошла потасовка с рукоприкладством. Обе стороны подали заявление в правоохранительные органы с обвинениями. Как стало известно, сегодня Байкал-Дели и силовики Бурятии решили взять нейтралитет. Уголовное дело, скорее всего, возбуждаться не будет. Также силовики отметили, что они находятся под серьезным политическим прессом со всех сторон. В Следственном комитете Бурятии прокомментировали заявление. На сайте управления пишется, что на сегодня проведены опросы участников и очевидцев конфликта. Назначены судмедэкспертизы, также изъяты все видеозаписи. А накануне в следственное управление поступили материалы проверок из прокуратуры республики. Процессуальная проверка всех вышеуказанных фактов поручена следователям отдела по расследованиям особо важных дел Следственного управления по Бурятии. Правовое решение еще не принято. Оно будет основано только на собранных материалах и их объективной следственной оценке. Но указанное решение не повлияет никакие желания и замыслы третьих лиц. Любое неправомерное воздействие на следователя будет преследоваться по закону. Следователями также изъят блок с диском, на который велась запись с камер видеонаблюдения в кабинете и приемной мэра. Помнится, на пресс-конференции в администрации Улан-Удэ на следующий день после потасовки были показаны видеоматериалы. Однако не все. Сегодня записи переданы экспертам. Они проведут исследование на предмет целостности видео, возможности их восстановления и просмотра. Кроме того, в следственном управлении сообщается, что съемочная группа «России-24» уже прошла медицинское обследование в Москве. И со дня на день результаты должны поступить в Бурятию. Ну а пока репортажи с градоначальником в главной роли набирают просмотры в интернете, мы вспомнили, кто еще из журналистов повздорил с героями своих материалов. Похоже, пример накидываться на журналистов Александр Голков взял у своего коллеги депутата гурсовета Александра Борданова. Несколько лет назад, будучи председателем Комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности, чиновник буквально с кулаками накинулся на съемочную группу одного из городских каналов. За такое некорректное поведение суд приговорил чиновника к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Однако это не помешало буйному депутату и сейчас остаться на должности. Также в суде ответил и местный тролль Зуртан Халтаров. Под ником Бредня сотрудник БНЦ оставлял комментарии на сайтах с явными признаками разжигания национальной розни. Как раз на этом судебном заседании сторона обвинения, супруги Орловы, также чуть не разбили камеру нашей съемочной группе, всячески пытаясь помешать работе журналистов. Аркадий Зарубин, журналист, ставший известным благодаря борьбе с коррупцией в Тункинском районе, довольно часто подвергался травле со стороны Андрея Самаринова. Точка кипения настала, когда от слов охрана главы района перешла к действиям. Прошлым летом главного редактора газеты «Аршан» прямо у здания избиркома избили охранники Андрея Самаринова. Как позже выяснится, охрана – это сотрудники районной администрации. Суд постановил в качестве наказания одному из хулиганов отработать 240 часов. Букетный скандал чемпионки мира по самбо Анны Щербаковой с пресс-секретарем Министерства спорта Республики Яной Чериповой обернулся увольнением последней. Напомню, на недавней пресс-конференции секретарь задавала титулованные спортсменке вопросы, связанные скорее с личными отношениями, нежели профессиональными. Щербакова не растерялась и в ответ на нетактичные вопросы швырнула букет в лицо оппонентки. По требованию общественности пресс-секретаря уволили и назначили на другую должность. Теперь Яна Черипова ответственная за введение норм ГТО в том же министерстве. Депутаты Народного хурала раскритиковали работу фонда при Минэкономике Бурятии. Фонд отвечает за привлечение инвестиций, а на деле просто проедает республиканский бюджет, уверены парламентарии. Светлана Семеренко выслушала обе стороны конфликта. Фонд есть, а реализованных проектов нет. Депутатов Народного хурала такая закономерность просто возмутила. Они пригласили чиновников рассказать, куда тратятся казенные рубли. Ведь за три года своего существования фонд израсходовал более 50 бюджетных миллионов. У них нет по уставу полномочий выдавать субсидии, даже помогать через банки получать субсидии, ну, кредиты. У них есть полномочия только помочь человеку в выработке бизнес-плана. Получается, ну, если логически рассуждать, что все эти 60 миллионов ушли только на зарплату и на комбинировочную. Раз у других позволено уставам ведом деятельности, где-то не существует. Однако, по словам директора фонда регионального развития Анатолия Думнова, на зарплату было потрачено чуть больше половины от этой суммы. И удивляться здесь нечему. 15 сотрудникам организации приходится очень нелегко. Я бы, допустим, не очень бы, может быть, так завидовал бы этим людям, да, которые имеют ненормированный рабочий день, которые зачастую сидят тут и до 8, и до 10 вечера, которые вынуждены бывают, ну, эти, часами переводить с китайского на русский обратно. Это очень утомительный процесс, честно говоря. Очень утомительный процесс. И все это, так сказать, дается это не просто так. Потому что надо ведь и текущие дела делать, да, и надо еще генерировать идеи, какие проекты новые, какие новые контакты, что мы должны на будущее сделать какой-то задел, чтобы у нас все двигалось. Впрочем, зачем напрягаться, если фонд не подотчетен ни одному ведомству, говорит депутат Народного хурала Михаил Гиргенов. Народный избранник уверен, виной всему родственные связи директора фонда и министра экономики Бурятии. Думнов Андрей Анатолий Петрович является братом мужа Думновой. И об этом, я думаю, люди должны знать. Это конкретно интересно, если по казахстану подходить к этому. Российская Федерация это же пресекает, чтобы родственники работали в одной и той же госструктуре. Тем более, что Думнов Анатолий Петрович напрямую подчиняется Думновой. Министерство экономики, вопреки уставу фонда, наделило генеральным директором полномочиями самостоятельно распределять прибыль от предпринимательской деятельности. Впрочем, последнюю информацию Анатолий Думнов опровергает. Говорит, что ежеквартально отчитывается в различных ведомствах, в том числе и в Минэкономике. Вот один из похвальных итогов работы фонда. Проект бизнесменов из Санкт-Петербурга. В Бурятии он должен принести почти 167 миллионов рублей инвестиций. Это производство древесного угля из березы. Проект реализует команда бизнесменов из Петербурга. Проект идет, где-то порядка 30 миллионов рублей будет вложено уже на конец года. И ориентируемся, что в первом квартале следующего года будет достроена первая печь. И это не единственное предприятие, которое должно заработать в Бурятии в ее светлом будущем. По слову Анатолия Думнова, правительство республики планирует создать на базе аэропорта Байкал портовую особую экономическую зону. Есть свои планы и у Народного хурала. Депутаты запросили полный отчет о финансовой деятельности фонда. Они намерены посчитать каждую копейку, потраченную чиновниками. Светлана Семиренко, Евгений Козлов, Первая альтернативная. Мы продолжаем тему «Моя коллеги» и поговорим о развитии и эффективности фонда регионального развития с Анатолием Кушнаревым, новым председателем Комитета по экономической политике Народного хурала. Здравствуйте, Анатолий Григорьевич. Расскажите нам, пожалуйста, в чем заключается работа фонда регионального развития, насколько она эффективна и сколько денег на нее тратится ежегодно? Да. Фонд создан не для того, чтобы инвестировать под какие-то бизнес-проекты, у него таких полномочий нет и средств, а для продвижения проектов, для поиска инвесторов, для решения каких-то вопросов, например, возникающих при отводе земельных участков. В период с 2012 по 2015 год израсходовано 56 миллионов бюджетных средств, поэтому мы, депутаты, решили проверить эффективность использования этих средств и вообще эффективность тех бизнес-проектов, которые поддержаны фондом. Но известно, что депутаты раскритиковали работу этого фонда, большинство из них. В определенной степени да, потому что не все прозрачно было в деятельности фонда, к сожалению, как мы выяснили, и не совсем полная информированность была. И, кстати, не только депутатов о деятельности фонда, но и предпринимателей. Кстати, среди... В первую очередь и предпринимателей. Да, не секрет, что у нас многие депутаты являются предпринимателями, поэтому они как бы в двух лицах, как бы сами это на себе чувствуют. Плохая информированность. А вот скажите, если они не выделяют деньги, не имеют таких вот полномочий, тогда куда 56 миллионов уходит? Ну, 20 миллионов, да? Ну, во-первых, в год, да, в год получается, если разделить на 3 года, да, это будет 18-19 миллионов в год, да, где-то. Ну, на содержание аппарата, это 15 человек, и плюс на различные работы, связанные по продвижению этих проектов. Они нужны. Там тоже услуги платные, то есть нужно для того, чтобы решить вопрос по выделению участка, тоже нужно платить. Поэтому соотношение где-то 60 на 40. А помощь при занимающем оказывается бесплатно этим фондом, да? Да, ну, конституционная помощь бесплатна. То есть, мы, депутаты, узнали, что любой гражданин с нашего округа, на котором мы представляем, да, он может прийти и получить соответствующую консультацию. Любой может прийти в консультацию. И могут найти ему инвестора под этот проект. Хорошо. А кто курировать может? Кто может контролировать деятельность вот этого фонда региона? Ну, вообще, это детище Министерства экономики, но контролировать можно. Недавно это произошло. Например, счетная палата проверку провела. Это может быть министерство назначить независимый аудит. И вот мы, депутаты, тоже решили поработать в этом направлении и узнать, насколько эффективно используются те бюджетные средства, за которые мы голосуем. Хорошо. После отчета вот этого, который вы заслушали на заседании, отчета Анатолия Думнова, какой будет итог и какие-то, может быть, еще на очереди фонды стоят на порядке? Ну, два наших комитета экономической политики и бюджетной приняли общее решение, что принять сведения информации, во-первых. Во-вторых, указать фонду на недостаточную работу по информированию предпринимателей и депутатов, кстати, народного хурала и всех уровней о деятельности фонда. И, значит, предоставить конкретный отчет нам по использованию вот этих 56 миллионов. Дальше мы на этом работу не останавливаем. Мы хотим посетить, во-первых, этот фонд и, возможно, ряд осуществленных проектов и проверить другие фонды. А за четыре года это единственная первая проверка народного хурала? Я за четыре года сказать не могу, но два года, как я работаю в комитете, это первый раз. И вообще вот за два года мы первый раз два комитета проводим совместное заседание. Мне кажется, это очень положительный момент. То есть, как используются бюджетные средства и какова эффективность экономическая. Это как раз два комитета, которые контролируют эти вопросы. Понятно. Какие фонды еще будете ли вы проверять и какие фонды? Сейчас пока называть не могу. Давайте определимся, до 20-го получим отчет по этому фонду. И дальше у нас в планах проверить, ну, если не все, но 2-3. Ну, наверное, уже в начале следующего года, чтобы в февральской сессии еще хотя бы двух фондов проверить. Спасибо вам большое. Будем ждать результатов. А я еще раз напоминаю, что у нас в гостях был Анатолий Кушнарев, председатель комитета по экономической политике народного хурала. Игра в статистику. Конференция Общероссийского народного фронта, прошедшая сегодня, внесла смуту в стройные отчеты ведомств. В основном осуждали исполнение указов президента России. Многие показатели на деле оказались просто нарисованными. Наши органы власти, руководители еще и имеют желание красиво отчитаться, в том числе и с помощью элементарной подгонки цифр. То есть речь идет об игре в статистику и жонглирование цифрами. По исполнению майских указов президента России есть вопросы и по качеству достоверности информации, поступающей из наших министерств и ведомств. Так, например, индикатор производительства труда относительно уровня 2011 года по республике, согласно письму экономики, от 2011-2016 года составил 102,5%. А согласно письму того же Министерства экономики, от 20 ноября 2015 года составил 104,1%. Какая цифра правильная, можно только догадываться. Наши корреспонденты также заинтересовались арифметикой в вольном изложении органов власти. Подробные репортажи смотрите в следующих выпусках. Предложение больше, чем спрос. Закон экономики в продаже недвижимости неминуемо ведет к событиям 2008 года. Тогда жилье просто-напросто простаивало и уходило с молотка почти по себестоимости. Сейчас в условиях кризиса история повторяется. Первый вестник – отказ банков Бурятии в ипотечных кредитах. Подробнее об этом расскажет моя коллега Светлана Шикунова. Еще год назад ипотеку выдавали буквально по каждому запросу. Сейчас из-за кризиса порой даже бюджетникам могут отказать в этом кредите. Причина проста. Вы понимаете, конечно, риски действительно высоки. Банки тоже рискуют, выдавая кредиты. И они тоже видят реальную ситуацию, какая сейчас происходит у застройщика на первичном рынке, да и на вторичном рынке. Однако, если жители Бурятии и покупают недвижимость, то предпочитают вторичное жилье. На первичном рынке договор до любого участия в строительстве не дает никаких гарантий. Ведь неизвестно, хватит ли денег застройщику закончить постройку. А между тем, цены на новостройки продолжают падать. Мы позвонили в несколько строительных компаний и узнали, почем один квадратный метр. В компании «Энергия» вы отдадите за один квадратный метр 28 500 рублей. В «Бургражданстрой» от 30 000 рублей. В общество с ограниченной ответственностью «Приус» от 34 000 рублей вам придется заплатить за один квадратный метр. В «Смитинвести» от 29 000 рублей. И в «Бесплюсе» от 31 000 рублей. Однако, помимо этого, компании могут пойти на уступки. А у вас никаких акций нету? Скидок акций? По ипотеке вообще мы продаем по 34 000 и минус 5% только скидка. По 32 300 можно продать. А вообще максимальная скидка у вас где-то 10% будет? 10%? Ну, в принципе, наверное, сделаем. На самом деле это так и есть. Если по прошлому году, даже конец 2014 года, цены были значительно выше. То есть застройщик продавал 40 000, 45 000, 38 000, даже в отдаленных районах. То, конечно, за 2015 год цена значительно снизилась. И кроме точечной застройки. По словам Андрея Нечаева, недвижимость – самая лучшая инвестиция во время кризиса. И приобретать нужно сейчас или в начале 2016 года. Ведь именно тогда будет спад по покупкам и, соответственно, спад цен. Ну, застройщикам только остается достраивать. Больше выхода никакого нет. Кто уже начал строить. И застройщик сейчас очень высокие риски действительно начать стройку. Поэтому новых, я думаю, что проектов практически не будет. Будут достраиваться старые. Ну, у нас очень много застроено, в принципе, дзор. Светлана Шикунова, Александр Хомаганов, Евгений Козлов. Первая альтернативная. А теперь коротко о других новостях. Международный день борьбы с коррупцией отметили в Улан-Удэ акцией. Сотрудники полиции раздали жителям столицы памятки с надписью «Остановим коррупцию». В них описаны основные законы, регулирующие работу чиновников. В листовках есть информация о том, что делать, если у вас вымогают взятку. В них указаны телефоны доверия полиции для жалоб. Улан-Удэннис нашел в лесу склад боеприпасов. Оружие он добровольно сдал сотрудникам полиции. Такие находки для Бурятии не редкость. Одно из самых густонаселенных с нарядами мест – станция «Гусиное озеро» в Селингинском районе. Сейчас полицейские проводят проверку. Когда она закончится, Улан-Удэннис получит вознаграждение за добровольную сдачу найденного оружия. Дмитрий Медведев поручил провести выездное совещание правительства по результатам программы защиты Байкала. На восстановление экологии жемчужины Сибири было направлено 57 миллиардов рублей. Теперь экспертной комиссии, активистам УНФ и сотрудникам правительства придется проверить эффективность программы и отчитаться за каждую потраченную копейку. Заседание, возможно, пройдет в Бурятии. Питьевая байкальская вода будет экспортироваться в Китай. Пекинская компания «Колодец земли» планирует поставлять в КНР из Бурятии бутилированную воду. Соглашение между компанией и правительством Бурятии было подписано еще весной. Завод построят в поселке Выдрино на берегу Священного озера. На полную мощность он заработает к 2020 году. Нашим чиновникам выгодно, чтобы были бездомные собаки. Зоозащитники Бурятии снова бьются за стерилизацию собак. За последние месяцы общественники были на приемах у первых лиц республики, но они вновь выделяют деньги на отлов бродячих животных. В начале ноября провели их конкурс на отлов собак, и его снова выиграл городской комитет по благоустройству. Цена вопроса почти 3,5 миллиона. По словам представителей общества защиты животных, стерилизовать собак будет гораздо дешевле. Но мы продолжаем и далее новости из свежих газет. Об этом вам расскажет мой коллега Владимир Банчиков. У бурятских наркологов появились постоянные ВИП-клиенты. Танго Калиманджара в исполнении 86-летней Улан-Уденки и рок-гуру столицы Бурятии. Здравствуйте, я Владимир Банчиков, рубрика «Золотые перья». Начнем с очень злободневного материала, особенно учитывая надвигающиеся длительные новогодние каникулы. Номер один посвятил запойной бурятии целый разворот. У нас есть несколько постоянных клиентов, занимающих очень высокое положение в обществе, которые лежат у нас регулярно в течение года, признаются врачи. Бывает, что и по 2-3 раза за месяц. Пытающиеся достучаться до них, но бесполезно. Они считают, что ничего особенного нет. Их возможности позволяют вести такой образ жизни. А мы вдруг удивляемся, кто нами правит. Рекомендую прочитать эту статью всем, особенно женщинам. Дальше только о хорошем. Информполис и материал Ларисы Ситник о том, как в 86 лет покорить высочайшую вершину Африки. Сахара, Сиднейский мост, полет на шаре и книга рекордов Гиннеса. Таков поразительный путь 86-летней Ангелы Викторовны Воробьевой. Ангела Викторовна рассказала нам, что каждое утро начинают зарядки и обливания холодной водой. В этом секрет ее долголетия и неутомимости. Хочу добавить еще одну цитату из этого материала. На Фидже нет седых людей. Даже у меня там седина пропала, а у дочки потемнели волосы. Так что все седые на Фидже, а лысым куда? Мы можем гордиться. Сам Шевчук назвал Улан-Удэ самым рок-н-ролльным городом в Сибири. А рок-феерии, устроенный Шевчуком и его командой в Улан-Удэ, тот же информполис с говорящей статьей ДДТ в Улан-Удэ о шмурашке по коже. Если человек рожден счастливой семье, в кругу замечательных друзей, где он защищен государством от произвола, то он безусловно будет любить свое государство, свою страну. И не надо ничего прививать, он сам разберется. Прививать это какая-то массовая работа, мне кажется, это уже прошлый век. Лично мне нравится, что я живу в одно время с такими людьми, как Макаревич, Гребенщиков, Шевчук. Они не гнутся под изменчивый мир. Давайте и мы с вами не будем. Увидимся через неделю. На дороге школьники в Улан-Удэ участились случаи ДТП возле учебных заведений с участием детей. Чаще всего в таких ситуациях под колеса дети попадают из-за безалаберности своих родителей. Сотрудники госавтоинспекции попытались приучить нерадивых мам и пап к ответственности. С раннего утра наша съемочная группа вместе с ДПС дежурили у одной из школ Улан-Удэ. Время с 7 утра. Через полчаса улица оживится. Она заполнится десятками школьников с родителями, что спешат к первому уроку. Коммунальная техника посыпает дороги, а сотрудники ГАИ уже несут службу. Сегодня их задача объяснить водителям, чтобы те не парковали свои автомобили так, что дети вынуждены перебегать в проезжую часть. Неделю назад возле 14-й гимназии, когда родитель припарковал свое транспортное средство околопешеходного перехода напротив центрального входа в гимназию 14, в результате чего водитель, двигающийся по крайней правой полосе, не увидел двоих детей, выходящих из-за этого транспортного средства, и следующих через проезжую часть по пешеходному переходу. Поэтому сегодня инспектора ДПС очередной раз убедились в безответственности родителей. И вот улица оживилась. Автомобили останавливаются на проезжей части, из салона выходят дети и топают прямо по дороге. Сотрудники ДПС пытаются рассказать об опасности как родителям, так и детям. Скромным УГУ отвечает девочка и отправляется дальше. Самые упрямые ответят административно. Заодно инспекторы проверяли наличие удерживающих кресел для детей. Все-таки бланк с нарушениями заполнить пришлось. Ну и про Международный день борьбы с коррупцией в ГАИ не забыли. Международный день борьбы с коррупцией. Сотрудники ДПС подготовили листовку такую для водителей, для упущения подобных фактов. Спасибо. Боярец Дыпов, Вячеслав Батоев, первая, а альтернативная. Новорожденный ребенок погиб из-за халатности своей матери. Подробности о страшной трагедии и другие происшествия вам расскажет мой коллега Александр Иванчиков. В республике в двух ДТП погибли два человека. Так, в Джидинском районе водитель «Жигулей» 14-й модели не справился с управлением и наехал на препятствие. От полученных травм водитель скончался на месте. А в Бичурском районе водитель микроавтобуса не заметил лежащего мужчину на проезжей части. Тяжелый автобус не оставил никаких шансов для 37-летнего пешехода. Он скончался на месте происшествия. Автомобильный магазин вне закона. Прокуратура приостановила деятельность незаконно построенного магазина автозапчастей в Мухашибирском районе. Торговая точка закрыта, а ее владелец оштрафован на 20 тысяч рублей. Также коммерсант может понести ответственность за использование рекламных конструкций. Пьяная мать во сне задавила свою дочь. Инцидент произошел в Севербайкальске. 7 декабря женщина вместе со своим сожителем и родственником распивала спиртные напитки. Через некоторое время она ушла спать. Ночью она проснулась от того, что ребенок заплакал. Пьяная мать положила девочку к себе и вновь уснула. Утром она обнаружила уже бездыханное тело. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». 2015 год объявили Улан-Удэ годом патриотического воспитания. Связано это в первую очередь с юбилеем победы Великой Отечественной войны. Весь год проводились различные мероприятия, призванные рассказать подрастающему поколению о подвиге дедов и прадедов, а также воспитать чувство уважения и любви к своему отечеству. Октябрьский район уже подвел итоги года патриотического воспитания. О том, как это было, смотрите в сюжете без комментариев. Церемония закрытия года патриотического воспитания. Небольшое внимание уделялось формированию совершенствованному укреплению патриотического сознания подрастающего поколения, почету, уважению, преклонению перед нашими ветеранами и бережному украдению памяти о павших героях Великой Отечественной войны. На мой взгляд, патриотическое воспитание – это основа воспитания нашего подрастающего поколения. Я как командир части непосредственно занимаемся воспитанием именно воинов. А ту работу, которую проделывает муниципалитет, город, республика в плане воспитания подрастающего поколения, я вижу, что в этом именно задел на будущее. Вот те мероприятия, которые проведены в этом году, это задел на будущее, на самом деле это ориентир. Я думаю, что именно в этом направлении надо будет вместе нам работать. Мы поставили спектакль «Душа земли родной». В нем посвящается о родине, о любви к ней, о природе, о животных и многое другое. Участвовать – это, несомненно, важно для всех нас, потому что быть в этом спектакле – это большая честь, мне кажется. Патриотизм – это любовь к родине, готовность встать за родину в тяжелых случаях. Каждый житель страны должен любить свою родину, быть готов встать на защиту. Патриотизм – это любовь к своей родине. За что ты любишь свою родину? Я здесь родилась, я здесь живу. Патриотизм для меня является любовью к родине, помощь так же, как бездомным, так же, как зависимым людям, чтобы не было такого бессилия, что ли, в нашем городе, в нашей стране. С чего начинается родина? Таким был этот день. Спасибо, что были с нами. Сразу после выпуска новостей смотрите документальный фильм Натальи Домбаевой «Закаменский район на границе времени». Моя коллега расскажет о жизни и бытии жителей одного из самых красивых и отдаленных районов Бурятии. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»